Приветствую вас! Исходя из вашего текста, вы как будто бы предлагаете нам объяснить мобиль поведения вашего знакомого. Пойдём даже не друга, а знакомого просто. Собственно, мой вопрос заключается в том, зачем? То есть вы задаёте свой вопрос из какого-то правного любопытства или у вас есть какая-то личная заинтересованность? Вот. Если есть личная заинтересованность, то с ней, с личной заинтересованностью, нужно работать. если, например, вы пытаетесь как-то соревноваться с этим знакомым, или пытаетесь обязательно его превзойти. Это один аспект проблемы. Второй аспект проблемы заключается в том, что у людей могут быть проблемы в общении. То есть человек может решать математические задачи и другие предметы. Кстати, не совсем понятно, как у вас коррелируется повреждение мозга и умение решать задачи. Далеко не всегда одно обусловлено другим. То есть, прямая корреляция присутствует не всегда. Человек может выполнять логические задачи, но при этом иметь проблемы с общением. Дело здесь может быть в полушариях, как сказала моя коллега. А может быть и в других аспектах. более таких, более абстрактных. То есть, например, человек не уверен в себе. Например, человек стесняется. Например, человек занижает себя и так далее. Вот отличникам им иногда тяжело строить общение с людьми. Им иногда тяжело поддерживать контакт. Потому что они за счет своей успеваемости пытаются компенсировать недостаточную социальную активность. И здесь в кавычках заслуга, конечно же, родителей. В первую очередь. То есть, это родители вот так воспитали ребенка, что он больше ориентирован на учебу. Вот. А не на общение, социальную связь. Вот. Соответственно, я думаю, что примерно так можно вам ответить на ваши вопросы. Но вы не обозначили проблему своей. То есть, какая проблема лично у вас связана с этим вот товарищем? который, ну, так себя ведет. Я предлагаю вам подумать. Я предлагаю вам подумать. Я предлагаю вам подумать, как именно вас это задевает. И вот исходя уже из этого, корректировать ваше поведение. Возможно поработать с тем, как вы себя воспринимаете. Как воспринимаете вы его. Ну и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.